МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь4. Всех событий, уходящих 7 дней, мы выделяем главные, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте. Все вопросы поставлены на контроль. Председатель Гомельского облсполкома Геннадий Соловей на этой неделе провел личный прием граждан. За что могут забрать земельный участок? Специалисты напоминают о том, как построить дом по всем правилам. Неженское дело. Специальный репортаж о редких профессиях жительниц Гомельской области. А также где и почем продают букеты к 8 марта. Все подробности этих и других событий жизни региона в ближайшие 26 минут. Почти пять часов продолжался прием граждан, который на этой неделе провел председатель облсполкома Геннадий Соловей. В центре внимания вопросы трудоустройства, строительства инженерных сетей в частном секторе, компенсации за поврежденное имущество. Кроме того, часть вопросов была решена еще на стадии записи желающих. О принятых решениях материал наших корреспондентов. Инна Конопляник в Гомель приехала из Минской области. Для нее этот город не чужой. Она закончила Гомельский государственный университет. Через месяц у Инны закончится декретный отпуск, и сегодня она активно ищет работу. Профессиональный биолог может преподавать биологию и химию. Однако брать женщину на работу никто не спешил. Мы сразу позвонили в службу, по-моему, на пролетарскую. Там сказали, что пока не могут, пока не исполнится ровно три года ребенку. Потому что мне еще месяц остался до исполнения трех лет. Сказали, после трех лет могут тогда уже поставить на очередь, потом сообщать вакансии все. А так пока в интернете, что я искала, в принципе, все вакансии. Были отклики, я рассылала резюме. Опять-таки же такой критерий, что маленький ребенок тоже не хотят брать. Проблема решается в течение нескольких минут. Начальник главного управления образования Руслан Смирнов беседует с Инной и диктует ей телефон специалиста, который займется ее трудоустройством. Хотя не все обращения решаются положительно. Среди записавшихся на прием часто есть люди, которые хотят пересмотреть судебные решения. Такого права облсполкома нет. Кроме того, значительная часть обращений связана с земельными спорами между соседями и деятельностью гаражных кооперативов. На этот раз посетитель просит компенсировать ему расходы за то, что при переносе кооператива в другое место пострадал его гараж. Правда, было это в 2012-м. И тогда официально оформленных претензий у гражданина не было. Девять лет назад определили, что там было, чего не было. Вот давайте реально. Даже с точки поменяющейся местами, вот здесь вот. Какие действия вот вы принимали? Скажите, девять лет? Это надо делать действия по факту. Четко говорить, подпиши, где пол. Ты пол не привез, не положил. А вы все подписали, все не говорите. Тогда надо что делать? Обращаться в суд. И за суд расставить все точки. Еще одна просьба от жителей частного сектора. Проложить по улице канализацию. Однако желательно за государственный счет. Даже несмотря на огромные расходы, связанные с борьбой с коронавирусом, облсполком готов профинансировать половину расходов. Но вторую часть должны собрать жители улицы. Для этого им по закону необходимо создать кооператив, с чем посетители не согласны. У нас на сегодняшний день каждая копейка. Но если мы вам обещаем, что мы будем делать восканализацию, мы будем. Но для этого нужно пройти путь. Собрание. Потому что, ну, вы вдвоем прошли, да? А другие не хотят. Наталья Черкас проживает в поселке Калинино Гомельского района. Проблема женщины в том, что ее дом находится на краю населенного пункта. Попасть сюда с центральной улицы раньше можно было двумя путями. Попход по не совсем удобной дороге и напрямую. Теперь второй вариант отпал. Предыдущий председатель сельсовета сдал участки, по которым проходила тропа, в аренду, не предусмотрев ранее существовавшего прохода. Теперь путь преграждает огороженная территория, на которой новый хозяин планирует заниматься животноводством. К терпению Натальи Черкас пришел конец в конце прошлого года, когда в половине одиннадцатого ночи загорелась баня. 31 декабря в 22.30 у нас загорелась баня. Вот она есть баня, у тебя действительно с этой ситуацией есть так. Она загорелась баня. Мы, покуда своими силами тушили, в это время дочка вызвала пожарную помощь. Я говорю, доча, нас не найдут. Действительно, нас точно не нашли. Они 20 минут крутились и здесь не могли найти. Выехали машиной, они по Заречной, встали возле магазина продуктового. Вторая вышла машина, полностью встала на трассе. Проехать сюда, здесь это 22.30, это было темно. Куда они поедут? Они не знали, куда поехать. Во время приема Геннадий Соловей не просто слушает посетительницу, но и изучает ситуацию по фотографиям. В связи с тем, что проблема возникла по вине местных органов власти, в течение двух недель решить ее должен Гомельский райисполком. Кстати, некоторые вопросы были сняты еще на стадии записи на прием. Жительница Костюковки решила обратиться к губернатору с просьбой помочь снять с учета автомобиль. Машину давно продали. И где она теперь, бывшие хозяева не знают. Ситуация совсем не редкая. В данном случае проблема решилась в течение нескольких минут. Мы написали письмо облсполком Геннадию Михайловичу. И вопрос сразу решился. Нашлись и номера, и машина. И ГАИ приехала домой. Заплатили госпошлину, там что-то копейки. Сами все они сказали, что написать. Все я написала за нее, она расписалась и все. Машина снята с учета. Ну, можно же как-то решать вопрос, индивидуально подходить к людям. Олег Сенсюров, Ольга Коновалова, Валерий Габанько. Новости недели. В прошлом году в Романовичах 65 участков лишились своих хозяев. Причина – несвоевременное освоение. Количество таких случаев ежегодно уменьшается. Люди объективнее оценивают свое финансовое положение. Но есть и те, кто в силу разных обстоятельств все-таки остается без земли. Поэтому специалисты в очередной раз напоминают правила и этапы освоения участков. Марина Северьянова с подробностями. За год нужно разработать архитектурный проект и начать строительство. За три на участке должна стоять коробка. По объективным причинам срок строительства могут продлить, а также законсервировать участок. В таком случае максимальный период значительно увеличится. С учетом жизненных каких-то обстоятельств, материального благосостояния предусмотрено, ну, не все граждане у нас могут в течение трех лет возвести жилые дома, поэтому законодательством предусмотрено срок консервации, вернее, консервации таких строений. То есть, опять-таки, на срок не более трех лет. И сроки продления. То есть, если своевременно обратиться в местный исполнительный комитет с просьбой о консервации, либо о продлении, то общий срок строительства может составить 8 лет. Что, в принципе, на наш взгляд, ну, посильно, скажем так, для того, чтобы в такой срок возвести жилой дом. Завершением считается возведение закрытого контура. То есть, по 87-му указу не требуется внутренняя отделка, подвод сетей. То есть, достаточно коробки, окна, двери, крыша. При изъятии участка его хозяину возвращают стоимость возведенных построек. Если же участок не выделен государством бесплатно, а куплен, то после его изъятия стоимость земли никто не вернет. Поэтому главное объективно оценивать свои финансовые возможности. Свободные участки затем можно будет купить с аукциона. Но нужно помнить, что при наличии нескольких участников цена будет расти. Каждый шаг плюс 10% к первоначальной. Например, недавно в Романовичах купили участок за сумму в 10 раз превышающую изначальную. Почти за 30 тысяч вместо стартовых трех. Стоимость частично застроенных участков тут начинается примерно с 9. Кстати, к радости местных жителей, в Романовичах, наконец, появятся долгожданные торговые объекты. В феврале частный застройщик с аукциона приобрел два участка. Вот в этом месте по генплану здесь запроектировано кафе общепит и магазин самообслуживания. Поэтому начинается разработка проектной документации. Будем надеяться, в этом году начнется уже реализация этих проектов. А еще в Романовичах появился автобусный маршрут. На очереди строительство системы отвода ливневых вод. Это снимет проблемный для жителей первых и вторых Романовичей вопрос. Работы начнутся вот-вот. Кроме того, наконец-то дошло дело до устройства коммуникаций в третьей очереди района. С уверенностью я могу сказать, что мы обеспечим в третьих Романовичах в текущем году самыми основными коммуникациями. Это электроснабжение, водоснабжение, канализация и приступим к газоснабжению. То есть в первом секторе А в текущем году запланируем у нас и газоснабжение. Далее мы продолжим работу по завершению всех коммуникаций и приступим к благоустройству. То есть к выполнению улиц, подъездов, дорог, которые там предусмотрены. Всего три очереди Романовичей – это почти 5000 участков. На сегодняшний день свободных около 300. Все находятся в третьей очереди и предназначены для нуждающихся в улучшении жилищных условий. В целом по области очередь на участки почти 2500 человек. Вдвое меньше, чем количество самих участков. Есть отдельные территории, такие как Гомельский район, Жлобинский район и Мозырский район, в которых особо остро стоит вопрос выделения земельного участка. Дело в том, что мы занимаемся этим вопросом совместно с территориями. У нас разработаны проектные документации, у нас предусмотрены денежные средства, как и в прошлом году на эти цели. Это на подвод инженерных коммуникаций, основных, которые сегодня должны быть, хотя бы минимальные. Поэтому этот вопрос, он на контроле, он решается, в любом случае будет решаться. Скажем, получившие земельные участки люди, они будут обеспечены инженерными сетями. То есть, если вспомнить 2020 год, порядка 29 миллионов по всем источникам финансирования у нас было направлено на инженерные сети индивидуальной жилой застройки. Это проектирование, строительство, основных коммуникаций, коммуникации разоснабжения, электроснабжения. То есть, ну такая. В текущем году цифра немножко, может быть, где-то меньше там. Прошлого года она где-то порядка 22 миллионов предусматривается. Ну и объекта уже, их уменьшается же это количество. Перечень участков, стоимость, их целевое назначение. Всю необходимую информацию можно найти на сайтах Главного управления землеустройства Гомельского облсполкома и Гомель-Геодесцентра. Арина Северьянова, Сергей Комков. Новости недели. Правительство Беларуси сократило перечень населенных пунктов, находящихся в зонах радиоактивного загрязнения. Этот список пересматривается не реже, чем один раз в пять лет и утверждается постановлением правительства. Почему принято такое решение и как оно скажется на жизни местного населения? Об этом наше воскресное интервью. Гость студии, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и по проблемам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС облсполкома Дмитрий Рудковский. У Гомельской области в этом году изменился статус ряда чернобыльских территорий. Из зоны радиационного загрязнения выведены 64 населенных пункта, самый крупный из которых это город Речица. Дмитрий Михайлович, поясните, пожалуйста, почему было принято такое решение? Значит, в соответствии с законом о правом режиме территории, населенные пункты на территории не только Гомельской области, но и Беларуси зонируются по соответствии с постановлением Совета Министров. Это зонирование проходит не реже раз в 5 лет. Основными критериями, которые попадают в населенные пункты в этот перечень, это плотность загрязнения почв родинуклидами и среднегодовая эффективная доза облучения населения. Значит, этой работой у нас занимается Министерство здравоохранения по эффективной дозе облучения населения. И, соответственно, измерение по плотности зарезнения почвы занимается у нас Белгидромет. Он проводит свою работу, берет пробы на территории тех населенных пунктов, которые зонируются, соответственно, определяется средний показатель. И в соответствии с этим показателем тот или иной населенный пункт попадает в ту или иную зону. Более подробно это прописано в законе о правом режиме территории. Это можно почитать, как бы и будет более понятно и более конкретно расписан этот вопрос. Так как у нас основные элементы, которые дозообразующие при определении зонирования территории, это Цезий-137, Стронций-90 и Плутоний-238, 239, 240. Я думаю, что многим известно еще, наверное, с уроков физики. Период полураспада атомных элементов по Цезию-Стронций составляет примерно 30 лет. Поэтому с течением временем, конечно же, плотность загрязнения и доза облучения населения уменьшается. Поэтому со временем, конечно, населенные пункты двигаются с одной зоны, более грязной, в более чистую зону. Ну, так, для примера я скажу, что уже семь постановлений вышло. В свое время, в 90-х годах у нас вышли, в чистую зону были, в зоне 1.5, как город Гомель, вышел, значит, Светлогорск, Житковичи. В 2002 году у нас вышел Калинковичи, в 2005 году у нас вышли Жлобин, Аргачев. Предпоследним постановлением у нас вышел Мозырь, и вот в этом году у нас вышла Речица. Ну, это из крупных городов. Вообще у нас 1133 населенных пункта, которые являются загрязненными населенными пунктами. Последним постановлением к этому постановлению этого года, то есть с 2015 по 2021 год, у нас вышли 84 населенных пункта. Из них 19 не жилых, и, как вы правильно сказали, 64 у нас жилых населенных пункта вышли в чистую зону. Ну, вот один из крупных, это вот город Речица. Во всех этих населенных пунктах регулярно проводятся замеры по вредным факторам, которые вы перечислили, и уже исходя из среднегодовых значений произносится соотнесение. Причем происходит это один раз в пять лет. Так вот, полномерная работа, то есть постоянный объем гидромет занимается этой работой. В этом году мы попросились даже к ним, это, в принципе, они без нас должны эту работу проводить, но мы попросили провести обследование с нашим участием, чтобы посмотреть, действительно ли, ну, не то, что мы их не перепроверяем, мы просто хотели поучаствовать в этом процессе и посмотреть, как это работает. И мы выезжали и в город Речицу, мы выезжали и в город Хойники, смотрели, как ведется эта работа. Они предоставляют нам эту информацию, как бы мы, то есть, четко видели, какой населенный пункт, с какой периодичностью, и как идет его, скажем так, постепенное очищение. То есть, какая была у него плотность загрязнения в 2015 году, в 2010 году и так далее. То есть, мы уже, в принципе, можем математически примерно выстроить модель прогнозирования, какой населенный пункт у нас со временем выйдет из зоны. Жизнь населения этих территорий изменится, для них перестанут действовать льготы, которые предоставлялись ранее? Ну, глобально изменений, их так больших не будет. Что касаемо тех населенных пунктов, которые вышли из зоны 1,5 по плотности загрязнения по Цезию, это как город Гомель, например, для примера. Вот речь вышла в чистую зону, у них перестанет действовать ряд год в соответствии с законом соцзащиты. У них уйдет бесплатное детское питание, у них уйдет, значит, бесплатное санкор лечение, оздоровление детей, и у них уйдет льгота по беременности родам, это выход 24 недели до родов, да, который прописан в законе соцзащиты. Ну, опять-таки, если мы берем бесплатное питание, то тоже есть много нюансов. Например, даже с учетом того, что населенный пункт ушел в чистую зону, значит, дети, которые с 1 по 4 класса питаются бесплатно, дети все с 1 по 11 класс, которые проживают в сельских населенных пунктах, они питаются бесплатно. Также останется ряд льгот, такие, например, как дети с многодетных семей, дети-инвалиды, дети, у которых один из родителей инвалид первой, второй группы, социально опасных семей и так далее, и так далее. То есть там целый перечень есть критериев, которые останется бесплатное питание в школе. Дмитрий Михайлович, а что касается детского оздоровления? Те населенные пункты, которые у нас вышли из зоны загрязнения, то есть по плотности меньшинного кюрия, вот опять возвращаемся к речице, частично остается бесплатное оздоровление тем детям, которые нуждаются по медицинским заключениям. Ну и часть оздоровления детские республиканские оздоровительные центры и детские лагеря в большей степени датируют государству. Поэтому эта тема частично будет оплачиваться государству. Дмитрий Михайлович, спасибо за информацию. Спасибо. Торжественный прием женщин прошел в областном общественно-культурном центре. На мероприятия по случаю наступающего весеннего праздника собрались жительницы всех уголков Гомельской области. Почти 150 из них – участницы конкурса «Женщина года», победительницы которого определены в семи номинациях. Подробнее об этом и других важных событиях уходящей недели далее в обзоре от службы информации. В Будокошелевском районе продолжается строительство нового свиноводческого комплекса, одного из крупнейших в Гомельской области. Его мощность – 24 тысячи голов в год. Сейчас работы выполнены более чем на 80%. Устанавливается технологическое оборудование. Решение реализовать этот масштабный проект на унитарном предприятии «Андреевка» было принято не случайно. Более 40 лет здесь существует единственный в районе свиноводческий комплекс государственной формы собственности. За это время оборудование износилось на 100%. Строительство нового современного комплекса началось весной 2020-го. Работы планируется завершить в декабре этого года, но учитывая экономическую значимость нового свиноводческого комплекса, он будет сдан в эксплуатацию намного раньше. В Гомельском дворцово-парковом ансамбле были награждены лучшие сотрудники правоохранительных органов области. Заслуженные награды они получили из рук председателя Гомельского облсполкома Геннадия Соловья, а также начальника областного управления внутренних дел Александра Васильева. Представленные к наградам правоохранителей разных званий, у каждого свой стаж работы в силовых структурах, однако их объединяет искренная приверженность нелегкой задачи – защищать закон. Геннадий Соловей пожелал милиционерам всегда оставаться сильными и мужественными на благо родной Гомельщины. Торжественный прием женщин прошел в областном общественно-культурном центре. На мероприятия по случаю наступающего весеннего праздника собрались жительницы всех уголков Гомельской области. Почти 150 из них – участницы конкурса «Женщина года», победительницы которого определены в семи номинациях. Выбрать среди лучших, самых достойных – задача невыполнимая. «Каждая женщина заслуживает восхищенных взглядов, восторженных комплиментов, ежедневного внимания и глубокого уважения», отметил председатель Гомельского облсполкома Геннадий Соловей. И все же лидеры определены. Победа в номинации «Материнская слава» досталась матери-воспитательнице отдела образования Ельского района Татьяне Сингаевской. В номинации «Успешный лидер» отмечена главный редактор газеты «Маяк Полесье» Галина Шевченко из Брагинского района. Директор Мозырского государственного областного лицея Инна Лагун награждена за активную гражданскую позицию. Медсестра Хойникской районной больницы Марина Тарасовец стала победительницей в номинации «Женская доблесть», а в номинации «Духовность и культура» директор картины галереи имени Ващенко Людмила Шамбалева. Статус «Хозяйка села» в этом году получила заместитель директора филиала агрофирма имени Лебедева Руб Гомеленерго Олеся Кривицкая. В номинации «Сердце даю людям» лучшей стала главный врач Гомельской областной туберкулезной больницы Наталья Журавлева. Награды выдающимся женщинам вручали мужчины-руководители предприятий области. Их профессии трудно назвать женскими, однако они чувствуют себя в них очень комфортно. Причем свою работу часто делают даже лучше коллег-мужчин. Наши корреспонденты познакомились с двумя представительницами прекрасного пола, у которых действительно все прекрасно и в жизни, и на работе. Закрепил, дал команду поднять, положил. Это только не посвященному вазы профессии. Кажется, что работа стропольщика секретов не имеет. Не будем называть все приспособления, которые применяются в строительстве для механического переноса грузов. Их количество для обывателя просто зашкаливает. Стропольщик 14-го стройтреста Виктория Розуанова называет их без подготовки. Все-таки более 20 лет в профессии – это не только опыт, но и высокий профессионализм. Работать сейчас тяжеловато, много бегать приходится, машины, с машин на машины, панели, все такое. Но я привыкла как-то еще жаловаться. Ребята у нас хорошие помогают, если что. Вообще в 14-м строительном тресте есть подразделения, где работают в основном женщины. Маляры, штукатуры. Мужчинам здесь делать по большому счету нечего. Стропольщик – дело совершенно другое. Работать приходится и в ночную смену, и вахтовым методом. Причем без скидок на погодные условия. Хотя, с другой стороны, когда мужчинам тяжело, кто им поможет? Повышенная влажность, ветер, продувает, не расстегнуться, ничего. Даже мороз не так страшен, как вот сырая погода, когда повышенная влажность. Работаем, бывало и в дожди, и в ливне разгружали машины, когда срочно стоит вереница машин, разгружали, плащи одеваем и работаем. Пошли, потом переоделись чистенько. Нежная, добрая, но при этом очень ответственная. Не будем скрывать, рассказать именно о Виктории Разулановой нам предложили в администрации строительного треста номер 14. Наша съемочная группа о таком выборе не пожалела ни разу. В конце концов, накануне 8 марта сказать спасибо тем, кто думает о нас даже на работе, лишним явно не будет. Виктория Владимировна, она грамотный специалист, добросовестный сотрудник. Уже более 20 лет работает в должности Строполя. И хоть женской профессией ее не назовешь, она прекрасно справляется с этой задачей. Любые поручения выполняет наилучшим образом, пользуется авторитетом в коллективе. Нет ни одного социально значимого объекта, на котором бы Виктория Владимировна не несла свою лекту. Одни из последних – это детская областная клиническая больница по улице Жарковского, поликлиника в 17-м микрорайоне, жилые дома по улице Федюнинского, школа в 21-м микрорайоне и многие другие. Елена Волкова из коммунального сельскохозяйственного предприятия Сутково Хойникского района лихачем на дороге себя не считает, хотя за рулем чувствует себя как рыба в воде. Почти 30 лет назад она переехала в Беларусь из России, где работала водителем автомобиля. В Беларуси ей предложили пересесть на трактор. Говорит, что о сделанном тогда выборе за 28 лет работы трактористом не пожалела ни одного раза. Этот трактор у нее пятый по счету и первый персональный. Елена Волкова получила его в 2017-м на областных дожинках в Житковичах. Во время приезда нашей съемочной группы в Сутково проверяли техническое состояние тракторов. Скоро начнутся массовые полевые работы, а поэтому нужно быть уверенным, что машины не подведут. Елена будет вначале помогать односельчанам в посадке картофеля, а потом работать на полях. Говорит, что готова выполнять любую работу, причем исключительно качественно. Руководство хозяйства об этом знает, а поэтому говорит о женщине-трактористе только хорошее. Она исполнительная на любой работе. При какой-то поломке устраняет быстро и четко быстро выезжая на поставленную задачу ей. В основном работы делая, сено просуя, солому просуя. Любые работы, которые мы ставим, Елена Викторовна, я вам скажу, что молодец. За время работы никто не скажет, что какое-то замечание ей дать. Сегодня Елена Волкова единственная в Гомельской области женщина-тракторист. Причем по уровню профессионального мастерства ничем не уступает коллегам-мужчинам. Последние, кстати, относиться критически к Елене давно перестали. Не каждый сумеет не только работать с такой самоотдачей, но еще и относиться к трактору как к партнеру, который должен и выглядеть хорошо, и работать как швейцарские часы. Я люблю, чтобы она все-все-все работала, и она была в отличном виде. Потому что она же кормилец. Если не будет работы, значит, ты будешь без работы. Я люблю свою работу. Олег Синтюров, Николай Скинтиян, Валерий Гопанько. Новости недели. Какой бы ни была женщина, ее профессия, возраст или интересы, ее душа в эти дни хочет праздника. Поэтому букеты цветов стали неотъемлемой частью и даже символом 8 марта. За день до праздника у флористов наступает горячая пора. Тюльпаны, мимоза и гиацинты текут нескончаемой рекой в руки покупателей. Наш корреспондент Анна Корольчук узнавала, где найти свежие розы и орхидеи в Гомеле и во сколько обойдутся мужчинам праздничные букеты. Самый светлый и яркий праздник весны, 8 марта, беспроигрышным подарком для любой женщины являются цветы. Букеты покупают охапками для коллег и родных. Самые популярные каждый год – это тюльпаны. Однако, если вы хотите быть оригинальным и покорить сердце женщины, вам следует выбрать что-нибудь редкое, как, например, экзотические орхидеи. Эти, например, растут не за 3-9 земель, а в Гомеле, в фермерском хозяйстве Владимира Гуценкова в Костюковке. В его теплицах около 100 кустов 15 видов, которые цветут на протяжении всей зимы. Разведение орхидеи было давней мечтой мужчины. На продажу цветы чаще всего привозят из Голландии. В Беларуси же кусты орхидеи можно увидеть разве что в ботанических садах. Как-то раз Владимир Павлович забрал из магазина два горшка отсветших растений и посадил в теплице. Один из них прижился. После этого фермер закупил партию орхидеи и занялся их разведением. Наш климат для этого оказался вполне пригоден. Ночью, значит, у нас холодно, днем освещения хватает, и тоже не очень жарко. И они растут в горных районах тропиков на высоте 1 километр. И там они даже переносят градус мороза где-то в условиях Юго-Восточной Азии. И вот в зависимости, если попадает какой-то сорт, что когда формируются бутоны, цветки, и ночью холодно, вот он и зацветает. Есть такие сорта, которые по 8 лет не зацветают здесь в теплице. Орхидея прекрасна и сама по себе, и в качестве составляющей букета. Такая вот веточка может простоять в воде от 2 недель до 1,5 месяцев. Стоимость начинается от 10 рублей. И если орхидеи для фермера скорее дело для души, то разведение роз давно поставлено на поток. К праздникам на продажу он поставляет более 100 тысяч цветов, разные окраски, аромата и даже без шипов. За букетами к пенсионеру нередко приезжают либо прямо в теплицу, либо в киоск на вокзале. Фермер гарантирует, что его белорусские розы к нашим квартирным температурам приспособлены лучше, чем привозные, и дает совет хозяйкам, как лучше сохранить букет на длительный период. Надо, чтобы не было сквозняков, чтобы не было жарко. А воду каждый день менять надо? Ну, не каждый. Значит, можно добавлять что-то там, серебряные вещи, чтобы вода или чуть-чуть белизны, там несколько капель. Ну и менять тоже время от времени надо. Но именно, чтобы вода была свежая все время. В целом, ситуация на рынке свежей цветочной продукции за последние годы изменилась. Если раньше это был в основном импорт, то сегодня появляется все больше предложений от местных производителей. Цены у продавцов разнятся. Сульпаны стоят от 2 рублей, ирисы – 3,5. Ветки мимозы – около 5, хризантемы – по 7. Популярностью также пользуются горшечные первоцветы – гиацинты, крокусы, примулы и нарциссы – от 6 рублей за штуку. В гипермаркетах можно найти варианты дешевле, однако придется устроить настоящую охоту за наиболее свежим и аккуратным букетиком. По опыту прошлых лет продавцы заметили, что до праздника чаще берут бюджетные букеты и дарят их коллегам. А уже в сам праздник, когда принято радовать любимых, на цветах не экономят. Кстати, когда мы обратились к гомельчанкам с вопросом о желанных подарках на 8 марта, практически все женщины отметили, что главное – это внимание и забота, а не потраченная сумма. У меня и так все есть. Спасибо, конечно, за то, что хотела бы я получить. Вот то, что у меня есть, я этим горжусь. Это мои любимые мужчины. Ну, конечно, для меня самое главное, чтобы они были здоровые. Ну, а хотела бы получить, конечно, букет цветов. Может быть, какой-то ужин или просто время провести вместе, куда-нибудь сходить погулять. Наверное, цветы в первую очередь, потому что это же приятно, да? Ну и что-нибудь, какой-нибудь неожиданный подарок. Куда-нибудь сертификат, отдохнусь, куда-нибудь в спа-салон. У меня впереди поступление, поэтому самый лучший подарок для меня всегда – это будет хороший, очень высокий балл. А на 8 марта даже не знаю, что. Цветы было бы приятно. Прежде всего, хочется, чтобы нас дали. Хочется, цветы. Цветовы, чтобы нас любили, уважали, понимали. Главное – внимание, конечно. Но какой подарок будет уже, насколько у мужчины будет доход в наше время. Хорошо, спасибо. Но хочется всем пожелать, самое главное, конечно, в это время здоровья, здоровья, здоровья и любви. Спасибо. Весны, цветов, всего самого, только хорошего. Всех благ, всем людям, здоровья главное. Анна Корольчук, Евгений Макенко, Новости недели. И на этом у меня все. Мы встретимся в следующее воскресенье, чтобы вместе подвести итоги недели. Спасибо за внимание и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова